Здравствуйте, с вами Николай Куприков. И это дикие аккордеоны. Дикие-предикие. Преаккордеоны-преаккордеоны. Дичайшие аккордеоны. Самый жесткий выпуск. Зашторьте шторы, защельте щели. Заткнитесь и смотрите. Видео прислал Dash123. Те, кто смотрят меня с давних пор, знают, что у меня есть шрамы от собак. Этому мальчику 4 года. Когда меня укусила собака, мне было 10 лет. Но собака была больше и последствия более серьезные. Но этот кот с ней бы справился без проблем. Был бы у меня такой кот. У меня бы не было шрамов. Кот-герой, без сомнения. Точнее, кошка. Медаль и памятник при жизни. А что? У собак есть памятники. А при этом их собратья кусают 4-летних детей. Что касается мальчика, то ему наложили 10 швов. Батя уверяет, что сейчас он в полном порядке. А собаку укусила еще и маму ребенка. В общем, ее усыпили. Собаку. Концерт в багажнике. Песня отстойная, а идея классная. Жаль, что у нас нет пробок. Вообще это здорово. Ведь они могли открыть багажник и показать... Да все что угодно! А эти ребята спели песню, и настроение улучшилось. Как же это мило! Видео прислал Dash 1, 2, 3. ТП, ДТП. Как говорится, ТП, они и в арабских странах ТП. ТП попали в ДТП, не учили ПДД. Кошка здесь не поможет. Только лоботомия. Вот забрался с гитарой в багажник, а тут... Конечно, многие подумают, что они едут из дома терпимости. И, видимо, с гонораром. Поэтому такие счастливые. Вынужден вам признаться, что я делаю то же самое. На велосипеде. Но я держу телефон перед собой. За рулем автомобиля я тоже пою. Но делаю это только в той машине, где на лобовом стекле закрашиваются слова. Допустим, за рулем можно петь. Предположим, что можно снять что-то на телефон во время езды. Но петь, кривляться, снимать видео, не смотреть на дорогу, это как-то слишком. Кто виноват? Спросит Герцен. Килогерцен. Ха-ха. Группа Серебро. Это еще что? Я знаю таксиста, который читает за рулем. Хотя, если он читает правила дорожного движения, то ничего страшного. Специалисты утверждают, что это в них врезались. И чё? Хватит легкомысленно относиться к вождению. Твари. Я понимаю, что не всем понравится эта информация, но они живы и передают привет с больничной койки. Теперь этот приличный арабский певец будет ассоциироваться с этими курицами. ДТП произошло 14 мая и уже масса пародий. Вот одна из них. Видео прислал Dash123. Он все прислал сегодня. Внимание! Китаец не матерится. Почему китайский язык так сложно изучать? Потому что имеет 4 интонации. Полегче вам объясняю, что хуэй это серый цвет. Серый, типа такой хуэй. А если хуэй, хуэй, то значит сожалеть. Ой, блин, козлению, я ошибся. Йоги Багди. А если хуэй, то значит возвращаться обратно. А если хуэй, то значит уметь. Собирание, уметь. А я говорил, что хунвейбин абсолютно нормальное слово. Два значения. То значит хуэй, 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 хуэй. 4 интонации. Поэтому если в темном переулке какой-нибудь китаец крикнет вам хуэй, прислушайтесь к интонации. Вы знаете, а ведь он поднял очень серьезную тему. Конечно, лучше бы он рассказал, как отличать азиатов. Ну да ладно. Например, доктор Соня мне поведала, что зубной врач на арабском означает то самое, о чем говорил китаец. Можно попасть в очень странную ситуацию. Подписывайтесь, ставьте лайки, рассказывайте друзьям, учите ПДД. Йопересетэ. ТП. Видео на обзор отправляйте через форму на сайте в разделе на обзор. Хотите прикол? Серж Зарубин, бас-гитарист-каскадер из прошлого выпуска, вышел на связь и поведал, что дядька, который уснул на рыбалке, тоже из Озерска. Зовут его дядя Сережа, и он не мэр. 40 с плюсом, живет с мамой. Набрал кредитов, не смог расплатиться, пришлось продать квартиру, и теперь они живут в съемной. Вот такая проза жизни. Я обращаюсь к администрации города Озерска. Огородите дядю Сережу от рыбалки. И я второй раз записываю эту херню. Засрались вы, вы засрались просто. Так, а сейчас я пойду на карусель.